Харьковский военный комиссариат на Кацарской с утра взят в окружение родственниками мобилизованных новобранцев. Около 30 человек хотят добиться от военных информации, сколько еще их сыновьям, братьям и внукам нужно спать с оружием и носить зеленые береты. В апреле этого года ребят, по словам родных, призвали в армию в качестве резервистов нести службу по гранотряде в Луганской области. Родственников успокаивали, мол, не волнуйтесь, это всего на пару недель, но прошло больше 50 дней, а ротации так и не произошло. Первая ложь, это когда просто из кровати повыдергивали ребят, обещали недельные сборы, хорошо, потом обещали 10 дней, потом сказали 45 дней, теперь ждут указа президента. По конституции они должны защищать, военные комиссариаты должны защищать наших людей всех, они давали присягу на верность и честь украинскому народу. И не должны мы ждать, как указал президента, мы должны вернуть ребят на место. Нету никакого доверия к армии, как будут идти новые люди, если нету веры в армию, нету, если обманывают, как собираются набирать добровольцев. Ольга Истименко уже звонила по всем горячим линиям Минобороны, писала в военную прокуратуру, но так и не смогла выяснить, когда вернется ее сын Дмитрий. Женщина рассказывает, история Димы далека от патриотичных рассказов о мобилизации, мол, в военкомате просто попросили приехать и сверить документы. Он как законопослушный гражданин поехал в военкомат, там забрали все документы, со словами, чтоб не сбежал, отправили домой за вещами, забрали вещи и увезли в Луганск. В Луганске отдали документы, до сих пор он не может вернуться. Сын Истименко, студент пятого курса политеха, учится на бюджете, ему осталось сдать последнюю сессию. Но, скорее всего, придется терять год, говорит Ольга Владимировна, так как социальных гарантий, что сына восстановят в УЗИ, нет. К возмущенным родителям вышел юрист комиссариата Владимир Новиков. По информации, готовится от частичной демобилизации на 6 тысяч. Эта категория туда планируется попасть, те, которые имеют, грубо сказать, социально незащищенные, многодетные отцы и категория. Конкретно категория лиц, которые будут попадать, еще нам неизвестно. Министерством обороны уже проработан и подготовлено утверждение о соответствующий документ, но когда он будет введен в действие, в Харькове не знают. В то же время в облгосадминистрации уверяют, харьковский спецбатальон может вернуться из Луганска уже через неделю. Такое предложение рассматривает руководство АТО и Минобороны. Еще до выступления матерей, уверяет Игорь Балута, он обратился с такой просьбой в Киев. Причины – безопасность Харьковской области. Нам нельзя допустить никаким образом дестабилизации в Харьковской области. И мы действительно, реально боимся групп диверсионно-разведенных, которые могут проникать на территорию Харьковской области. И нам нужно прикрывать объекты жизнеобеспечения здесь. Это очень важно. А пока родители мобилизованных ребят подписываются под обращениями, которые отправят военным чиновникам разных ведомств и в администрацию президента. Если ребята не вернутся, 29 мая харьковчане обещали собраться вновь возле комиссариата, но уже более значительным составом. Наталья Белокудри, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Продолжение следует...